Ассаламу алейкум. Здравствуйте, коллеги. Очень рад видеть знакомые лица, коллеги, со всеми знакомые. Надеюсь, такие форумы будут проводиться часто и более качественно в следующие годы. Меня зовут Шакир Мирсаидов. Я являюсь коммерческим директором АИН Property Management. АИН Property Management – это управляющая компания активами Узомана Capital. И, соответственно, она является нашей материнской компанией. Мы начали свою активность в начале 2023 года. И на данный момент у нас под управлением имеется три торговых центра. Торговый центр Самархандар ОЗ, торговый центр Компас и торговый центр Ривера. И данные торговые центры являются самыми первыми полноценными торговыми центрами в городе Ташкенте. И хотелось бы указать некоторые аспекты данных торговых центров. Хотя, согласен с Муродоке, у нас очень большая нехватка хороших площадей ритейла. Но, несмотря на это, данные объекты имеют все опции или аспекты, скажем, торгового центра из числа комфортного прилегающей зоны, комфортной парковки, где возмещаются почти на 50% все посетители. У нас появляются проблемы только в уикендах, в конце недели. Также одним из важных аспектов является это фудкорт и FNB-операторы, которые притягают очень качественный и хороший трафик. И следующий аспект является это развлечение. Конечно, мы все понимаем, что развлечение является одним из самых важных аспектов в данное время, потому что сейчас потребитель хочет большего, не только прийти в торговый центр и закупиться, но хочет провести качественное время, развлекаться, посмотреть кино, поиграть в боулинг и так далее. И еще немаловажным фактором является это обслуживание сервиса, который возможно предоставить посетителю. Важных аспектах обслуживания сервиса является, сейчас, например, мы чувствуем, что must-have является эта автомойка, зарядное устройство, потому что видим большой спрос в этом, и как раз у нас в трех моллах есть операторы зарядных устройств. В двух из них активно работает мегаватт, и в одном у нас работает сейчас топ-бор. Наверное, пойдем уже дальше. Я, наверное, очень кратко и быстро ознакомлю вас с нашими активами. Самый первый торговый центр, который открылся в Ташкенте, в городе Ташкенте, является Самаркандар Воза. Он имеет очень хорошую локацию, проходимость неплохая. Он был впущен в эксплуатацию 2014 года, имеет общую площадь на 41 тысячи квадратных метров, и из них 31 тысячи квадратных метров является арендноспособной. На данный момент у нас заполняемость актива является 84%, и данный актив имеет 160 плюс активных арендаторов, и в год нас посещают примерно 7 миллионов человек. Следующий актив под нашим управлением – это торговый центр «Компас». Торговый центр «Компас» был впущен в эксплуатацию в 2018 году. Он имеет общую площадь 38 тысяч квадратных метров, и из них 24 800 имеется как арендно пригодная площадь. В данном активе у нас активно работают 115 арендаторов, и на сегодняшний день загруженность данного актива является 81%. Когда мы указываем 81%, это наши стандарты, как управляющая компания. Если мы разобьем эту окупаемость на части, как это должно быть, могу смело сказать, что ритейл у нас 95+, фудкорт у нас 90+, и, соответственно, склады у нас где-то 60% окупаемости. И в «Компасе» нас посещают примерно 3,5 миллиона посетителей в год. И последний наш актив под управлением – это торговый центр «Ривера». Она была впущена в эксплуатацию в 2020 году. Она имеет 40 тысяч квадратных метров общего пользования, и из них 18 500 является арендно пригодной площадью. В данный момент заполняемость 86%, и активно с нами работают в этом торговом центре 124 арендатора. Он состоит из трех этажей и двух парковочных этажей внизу. В последний год нас посетили около 3 миллиона человек. Это наши якорные арендаторы, с которыми мы работаем очень активно в наших торговых центрах. Надеемся, с открытием «Ташкент-Сити» у нас будет экспансия новых брендов, новых франшиз. Это все ожидают, и мы как раз к этому готовимся. Надеемся, наверняка, надеемся, что у нас в 2024 году будет еще пару активов под управлением. Надеемся, что это будет так. Сломался микрофон. Наверное, слишком много говорим из-за этого. Тогда уже очень мало времени. Пойдем по теме, которая у нас была. Управление торговым пространством от А до Я. На самом деле управление торговыми центрами является очень широким и многоаспектным процессом. И я думаю, наши коллеги согласятся с этим, потому что это такой процесс, где есть и блок администрации отдельно, и блок коммерции отдельно, и блок технического отдела. На самом деле для полной оптимизации управления нужно начинать наверняка это оптимизация блока администрации, потом последовательно идет оптимизация блока коммерции. Соответственно, технический отдел должен это все поддерживать по ходу. И одним из ключевых моментов для успешного управления является, это, конечно, профессиональная команда. К сожалению, на данный момент у нас в регионе нехватка профессиональных кадров в ритейле и в управлении торговых центров. Большая нехватка, как мы поняли, и в России есть эта нехватка, эта нехватка есть и в Узбекистане, и, по-моему, в Казахстане. Дмитрий еще расскажет об этом. Как Муратаке говорил, по-моему, не в эту сессию, а в прошлую сессию говорили, что нам нужны университеты, которые учат на управлении торговыми площадками и ритейлами. Эта нехватка чувствуется очень сильно. И следующий аспект – это разработка правильного пула арендаторов, который работает в синергии с остальными арендаторами на площадке. На самом деле, по коммерции, это является одним из самых важных аспектов управления торговым центром. Правильная рассадка арендаторов, которые будут поддерживать друг друга на площадке, является очень важным управленческим процессом, и она является одним из важнейших решений торгового центра. Так, как Муратаке говорил, мы тоже добавили, что концепт является важным аспектом. Концепт, и, конечно, все мы знаем, что локация, локация, локация. Я думаю, концепт, локация и команда – самых три важных аспекта, которые показывают или, скажем так, управляют успехом торгового центра. Ну, конечно же, есть другие аспекты, как разработка планов стратегии развития, разработка маркетинговых планов. Они являются очень важными аспектами, но это является таким процессом, который проходит между. Время кончается, я нам быстро буду проходить. Расскажу вам о проектах, которые мы завершили на данный период, как AIN Property Management. Это оптимизированный шаблон наших договоров, и Муратаке, по-моему, знает об этом. Мы с ним как раз разрабатывали некоторые моменты тоже и обсуждали. Чем он помогает управлению торгового центра? Когда имеешь под управлением несколько торговых центров, это очень помогает выиграть время для одобрения, потому что, если мы смотрим по франчайзерам, у нас в трех моллах где-то 10-15% арендаторов, они те, которые работают в других моллах. И вот этот шаблон нам помогает выиграть время на одобрение, потому что вот эти юридические моменты, они забирают очень много времени. Мы разработали pricing policy, ценовая политика. Это то, что уже требует маркет. Мы знаем, что при экспансии новых франшиз, международников, такие подходы, они будут только плюсом для управления. А также, когда управляешь торговыми центрами и у тебя под управлением больше 300 или 400 арендаторов, бывают такие ситуации, когда бывают нежелательные контрагенты. И для этого у нас сейчас разработан screening policy, знай своего клиента, который разрабатывается финансистами и юридическим отделом. В данный момент завершается стратегия развития активов на 2024-2025 годы, которая будет включать в себя внедрение зеленых технологий. Если точечная, то это солнечные батареи. Мы начали этот вопрос разрабатывать в начале года, и сейчас он где-то на половине разработки, потому что этот рынок еще не развит полностью. И, как мы видим, повышение коммунальных услуг, она влияет на нашу конечную выручку, и, конечно же, мы хотим как-то это улучшить. И думаем, что системы солнечных панелей, современные последние версии, думаю, в какую-то часть нам будут в этом помогать. Еще разрабатываем, рассматриваем системы Building Management Systems. Это такие умные системы, которые управляют расходами коммунальных услуг и по стандарту примерно улучшают ваши расходы на 20%. Если они очень дорогие, понимаем, что их очень мало, подрядчиков, которые предоставляют такие услуги, в Ташкенте еще мало, но если смотреть в перспективе на несколько лет, эта инвестиция будет очень полезной, и вы, я думаю, сохраните не 20%, а больше в Ташкенте. Так, и в данный момент ведутся нами активные переговоры с лидерами МОЛ-аналитики на рынке СНГ. Это как раз Александр. Мы разрабатываем, рассматриваем его продукт. Начинаем, наверное, с одного продукта и потом уже посмотрим. Я думаю, что в 2024 году, в первом квартале, уже у нас будет какая-то аналитическая система, платформа, где мы можем посмотреть наши активности и наши результаты. Так, это то, что мы делаем в процессе. Это наша суперкоманда. Вайн Property Management, классные ребята, все с международным экспириенсом. И в конце я бы хотел сказать, то, что происходит в ритейле в Узбекистане, в целом на рынке недвижимости, в ритейле, с начала 20-х годов я бы назвал ренессансом в данной сфере. Потому что переход от старых постсоветских стандартов проявляется и изменяется на новые стандарты очень быстро. И думаю, что это так и будет. Спасибо большое. У меня все. Спасибо.